Ох, вот эти сказочники! Кто же не знает эту фразу из популярного мультфильма «Падал прошлогодний снег». Но много ли зрителей узнавали в ней цитату из рассказа князя Адоевского «Живой мертвец», которую, в свою очередь, использовал Фёдор Достоевский как эпиграф к роману «Бедные люди». А в этом кадре, пожалуй, только искусствоведы узнавали знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Это для детей или для взрослых? Так неужели мастера советской мультипликации только делали вид, что снимали детские мультики, а на самом деле водили за нос их худсоветы и зрители? И под видом продукции для малышей выдавали семейные драмы, философские притчи и даже социальную сатиру. Это понимаешь уже с возраста. Как спасали от цензуры рисованных Краморова и Жарова? Этот кусок, он был выкинут. Почему Фаина Раневская стала проклятием для авторов мультфильма «Малыши Карлсон»? Эй, я сошла с ума. Какая досада. Кто людям помогает, лишь тратит время зря. Кто был прообразом знаменитой вредины, старухи Шапокляр. И что на самом деле спрятал в своей варежке режиссер Роман Качанов. Мама еще и курит. Куда идем мы с бяточком? Большой, большой свет! И не расскажем мы о нем. Когда в 1969 году вышла первая серия «Винни-Пуха», трудно сказать, на кого он произвел большие впечатления. На детей или на взрослых? Мишка очень любит мед. Почему? Кто поймет? В самом деле, почему? Мед так нравится ему. Ну какой же это детский мультик? Это, конечно, кладезь цитат. Там очень много вторых смыслов. Да, я как-то случайно подумал, а не пойти ли нам в гости? Немного подкрепиться. Кто же ходит в гости до утра? Постой. Михаилу Багдасарова было 9 лет, когда он впервые увидел этот мультик. В школе будущего актера дразнили Винни-Пуха. Но он не обижался. Но он добрый. И только повзрослев, он, как и многие, почувствовал настоящий вкус этой истории. Я там много-много узнаю чего-то такого вот из вечных тем, что называется. А не пора ли нам подкрепиться? По-моему, пора. Винни-Пух, в принципе, совершенно отрицательный персонаж. Своего друга Пятачка, он грош не ставит. Пятачок даже не понимает, что это неправильности, потому что он его паш. Он настолько в восторге от его обаяния, а у самого мозга вообще нету, что ему все по барабану. Они его могут ноги вытирать, салфетку ему повязывать за столом вот столько, а он будет сидеть. А кролик, например, очень интеллигентный, но он не обаятельный. И не совсем так орать. Я и в первый раз прекрасно слышал. Он не искренний очень. Только, Винни-Пух, собрался еще всего лишь одну порцию съесть. У него шок. А разве еще что-нибудь есть? То есть он их ненавидит на самом деле, но будет делать вид, что он интеллигент. Сова, который исключительно уверен в своем собственном уме и мудрости, даже не может написать грамотно слово «сова» у себя на дубу. При этом все они ладят друг с другом, слышат друг друга, находятся в диалоге друг с другом. И это очень интересно. Это напоминает коммунальную квартиру в какой-то степени. И это вообще является какой-то тоже матрицей жизни. Наивысшим признанием, и это случалось очень нечасто, стали анекдоты про Винни-Пуха и Пятачка, которые были популярны не меньше, чем про Штидлица или Чапаева. Пятачок приходит к Винни-Пуху. Винни-Пух сидит и ест мед. И Пятачок говорит, слушай, как не зайдутся, все время ешь мед. А Винни-Пух говорит, слушай, как не начну есть мед, так все время приходишь ты. Всем известно, что за Винни-Пуха говорит Евгений Леонов. Только фонограмму с его голосом ускорили после записи. Но мало кто знает, что за Пятачка говорит актриса Ия Савина. И уж со всем единицам известна история о том, что Хитрук поставил актрисе задачу так. Говори, как Белла Ахмадулина. Когда Ахмадулина посмотрела мультфильм и поняла, что увидела пародию на себя, она позвонила Ии Савиной и хохоча сказала, ну и свинью ты мне подложила. Винни-Пух был первым детским мультфильмом, который влип во взрослый скандал мирового масштаба. Авторские права на произведения англичанина Алана Милна были полностью игнорированы. Также союз в мультфильм не заплатил ни копейки шведской сказочнице Астрид Лингрен и даже не предупредил ее о намерении снимать картину о Карлсоне. Продолжаем разговор. Мы вообще не платили никогда за экранизацию, потому что мы Советский Союз, и мы делаем, что хотим. А мультфильмы-то культовые. Наши понимали, кусали локти уже в 90-е годы, понимали, что там-то их больше посмотрят, особенно Карлсона какого-нибудь, что там, знаете, кто это такой. Но, увы, продать невозможно или плати копеечку. Какая тут копеечка? Тут не до жира быть бы живы в 90-е годы. Но, в общем, так они нигде и не шли. Впрочем, Астрид Лингрен нашла способ посмотреть советский мультфильм и осталась им очарована. Говорили, что больше других ей понравилась «Фрэкенбок». Это телевидение? Да. Это отдел жизни привидений? Да. Да. А вот режиссер мультфильма «Борис Степанцев» не подозревал, что у актрисы, которую он мечтал пригласить озвучить «Фрэкенбок», вредности окажется даже больше, чем у самой домоправительницы. Ку-ку. Ку-ку. Сразу было решено, что рисовать «Фрэкенбок» будут с Фаина Раневской. Но когда дело дошло до озвучивания, она категорически отказалась. Это всем кажется, что она милая бабушка. Я это ее очень хорошо помню по театру. Это была очень властная и сильная женщина. Когда она приезжала в театр, все просто прятались по углам. Если кто-то с ней был в контрах, он старался исчезнуть. Потому что если встретишься, обязательно, едкое какое-то слово, она себя заводила. На «Союзмультфильм» Раневская была в страшной обиде. В 1968 году она озвучила овцу в мультике для малышей «Хочу бодаться». Отойди от меня. Оставь меня в покое. Не к лицу мне с тобой связываться. А в титрах народную артистку СССР указать забыли. Это был жуткий скандал. Потому что, конечно, Раневская обиделась. Она крикнула в сердцах, ноги моей здесь больше не будет. В расчете разбудить ее тщеславие, Раневская рассказали, что «Фрэкенбок» нарисовали специально похожей на нее и что это будет полноценной ролью. Уже руководство, дирекция, режиссер, все ее умоляли. Почти стояли на коленях. Она дала согласие. И что вы думаете? Когда она приехала на звучание и увидела себя... И очень громко сказала, какая я страшная. Она устроила скандал. Когда все-таки приступили к работе, Раневская продолжила упираться. На все пожелания режиссера она реагировала или едкими шуточками, или страстным отпором. Да, вспомнила. А вы мои руки. Раневская удалила режиссера с площадки. И огромное количество небольших фраз, которые там есть, которые потом, конечно, ушли в народ, это вообще импровизация Раневской. У вас и собака есть. Ну ничего, я сделаю из нее человека. Один из моментов, когда Фрэкенбол говорит, «Боже мой, я сошла с ума, какая досада». Я сошла с ума, какая досада. Это же абсолютная цитата из знаменитого фильма Александрова «Весна». Я сошла с ума. В фильме «Весна» был еще один известный эпизод. Милый. Милый. И вот эти слова Раневская наотрез отказалась произносить на записи Фрэкенболк. Заявила, что именно с ними у нее связаны ужасные воспоминания. Когда Раневская покинула студию, эти заключительные слова записала редактор мультфильма Раиса Фричинская, подражая актрисе. Ее голос так и остался навсегда в этой сцене. Как и сейчас, так и в те времена, режиссеры старались заполучить в свои фильмы побольше звезд. Это мировая практика. И если для детской аудитории не имело значения, известный голос или нет, то взрослые, конечно, узнавали своих любимых актеров за кадром. Все мечты, лучший мой подарочек, это... Артистов-то миллионы, а знаем мы тех, кто озвучивает яйца. Однажды в этот узкий круг вошел и сам Боярский. Композитор Геннадий Гладков знал его по совместной работе в Ленинградском театре Ленсовета и предложил спеть партию пирата в музыкальном мультфильме «Голубой щенок». Поскольку у меня голос довольно сиплый, хриплый, я, в общем, в основном озвучиваю отрицательных персонажей. Как я звук! Волки, коты, разбойники, пираты. Я и ты такие разные. Ты и я такие разные. Я пел дуэт с Андреем Александровичем Мироновым, дуэт «Кота и пирата». Он был похож на кота, он и пел по-кошачьей. Честно, признайся, усатый, хочешь лишиться хвоста. Нет, я уважаю пирата. А я уважаю. Это было очень приятно, потому что это полутанец, полудиалог. Мы записались в двух дублях буквально. Изначально предполагалось, что все партии в «Голубом щенке» запишет один человек. Суперпопулярный в те годы пародист Виктор Чистяков. Но в мае 1972 года Виктор трагически погиб в авиакатастрофе под Харьковом. Тогда для озвучания позвали Алису Френдлих, Андрея Миронова, Александра Градского и Михаила Боярского. Звуковую дорожку записывали долго. Несколько недель. Придирчиво подходя к каждой ноте, каждой интонации. О, вот этот, вот этот дубль был то, что надо. А давайте еще попробуем, давайте. Это очень приятный такой замес. Такой коммунальной кухни, которой все готовят одно блюдо. Его следующим звездным мультфильмом стал «Летучий корабль». К тому времени, когда Максим Дунаевский и режиссер Гарри Бардин принялись за эту работу, Боярский уже прославился в кино как Д'Артаньян. Почему Боярский? Потому что он себе позволял вот эту некую западную, такую свободную, битловую такую манеру исполнения, которая другим не позволялась. А он, значит, себя рекомендовал как главный мушкетер страны, и ему это позволялось. Мы все время хотели прорваться сквозь эту завесу запретов. Рок-музыка, поп-музыка, все это были очень такие понятия. У нас была советская музыка, понимаете? Я водяной, я водяной. Никто не водится со мной. Внутри меня водится. Ну что с таким водится? Песня Водянова, из-за этой песни фильм был положен на год на полку. Фильм год лежал на полке. Потом он вышел, потому что один из больших начальников сказал, что это он у вас там поет-то водяной? Эх, жизнь моя жестянка! На что он намекает? Жизнь моя жестянка, живу я как поганка. Это на что это намекает? Что это за болото? Это наша жизнь, значит, так? А куда это он лететь собрался? Не в Израиле. А мне летать охота. Смешно говорить, но это было серьезно. Честно говоря, Энтин даже не нашел, что ответить. Не только песни, но даже состав инструментов создателям картины приходилось утверждать у начальства. Бардин и Дунаевский долго добивались разрешения, чтобы фонограмму записывал не оркестр, гостелерадио, а вокально-инструментальный ансамбль. Сегодня это очень трудно понять, но на самом деле так оно и было. В те годы у Максима Дунаевского была собственная группа. Базировался ансамбль на Украине, в Полтаве. Музыканты заразились идеей создать маленькую рок-сказку на советском экране. Несколько недель музыканты и режиссер практически не расставались, проводя вместе и рабочее, и свободное время. Да, конечно, пили. Че, это вопрос? Пили, конечно. Растяни, мета горошка! Частушки бабок-ёжик исполнила женская группа московского камерного хора. Арию Водянова с блеском спел Анатолий Попанов, заставив покатываться с осмеху всех, кто был в тот момент на студии. Эх, жизнь моя жестянка! У этой сказки все-таки был счастливый финал, хоть и с задержкой на год, но летучий корабль вышел на экраны и покорил зрителей. Хитрость в те годы была также необходима мультипликатору, как талант и профессиональное мастерство. Ведь если твой фильм закрывали или не давали ему хода в прокате, ты просто-напросто оставался без денег. Не от творческого золуда стремили запускаться режиссеры. От голода. Вот ты сдал фильм. Хорошо, если на первую категорию. Тебе выплачивают деньги. Тебе есть на что какое-то время кормить семью. Дальше простой. Тебе платят три месяца 66% от твоей зарплаты. Три месяца платят, а потом все. Поэтому опытные мультипликаторы знали, одного сценария для запуска картины мало. Для тупого чиновника, чтобы было... Вот он прочитал сценарий, говорит, ну и о чем здесь речь? Вот, пожалуйста, сопроводил. Речь идет о том... И он читает, о чем идет речь. Именно Гарри Бардин, как когда-то Федор Хитрук, чаще других снимал мультфильмы, рассчитанные исключительно на взрослую аудиторию. Его проволочные, бумажные, веревочные и даже спичечные картины были известны во всем мире. Одна была удостоена награды в Каннах, а другая куплена Ватиканом и получила личный приз Иоанна Павла II. Но на родной студии Бардина недолюбливали. Мои коллеги, тайным голосованием, пользуясь этим, выкатывали мне или третью, или вторую категорию. Ну, чаще вторую. Кто-то покажет, выкатывал мне третью. Я даже знаю, кто. В 1986 году Бардин задумал очередной эксперимент – снять банкет. Но без людей, с помощью одних предметов. Без компьютеров, на подвесках, на лесках просверливали все бокалы, тарелки, вилки, ножи. Все просверлено там, все подвешено на лесках. И мультипликаторы в воздухе двигали это все. Это сумасшедший труд, сумасшедший. За кадром Бардин собрал самых известных актеров тех лет. Екатерину Васильеву, Марину Ниелову, Наталью Тинякову, Георгия Буркова, Вячеслава Невинного, Бориса Новикова. У меня язва. У всех язва. Да и закуски больше нет. И только один голос должен был быть в этом общем хоре особенным – старушка-мать, чью поздравительную телеграмму сын так и не заметил. И мне нашел директор картины актрису, которая за плечами имела 18 лет лагерей и вставную челюсть. Я говорю, мне нужно, чтобы вы вынули челюсть. А она говорит, перед режиссером хоть раздеться. Принесли стакан с водой. Она положила челюсть в стакан с водой и прочитала вот эту трогательную, шамкающую ртом, вот эту трогательную, добрую фразу, которую я считаю ключевой. Дорогой Васенька, поздравляю тебя днем рождения. Желаю здоровья, счастья твоям мамы. От цензуры фильм «Спас» Михаил Горбачев. Не лично, конечно. Завтра читайте газеты и слушайте ради. 7 мая 1985 года в Советском Союзе стартовала кампания по борьбе с алкоголизмом. Поэтому в 1986 году, когда борьба уже шла полным ходом, Бардин без труда сдал банкет «Худсовет». Взрослой публике регулярно мерещились параллели между мультиками и политикой. Говорили, что «Ну погоди!» был нашим ответом американцам, и волк с зайцем должны были догнать и перегнать Тома и Джерри. Балбесов и свиты короля в «Бременских музыкантах» напрямую связывали с брежневской свитой. «Должны мы убить!» «Леопольд, выходи!» «Выходи, кодный трус!» Пострадал даже безобидный кот Леопольд. В 1975 году его объявили вне закона и положили на полку на целых шесть лет. Цензоры рассмотрели в сюжете мультика «Насмешку над внешней политикой СССР». Увидели пропаганду пацифизма, а режиссера даже обвинили в дискредитации Компартии. «Ребята, давайте жить дружно!» Если родные худсоветы придирались к мелочам, то профессионалы во всем мире советские мультфильмы ценили очень в закон. 140 мультипликаторов и кинокритиков со всего мира признали лучшим мультфильмом всех времен «Ежика в тумане». Ко времени этого всемирного безоговорочного признания «Ежика» киностудия «Союзмультфильм», которые принадлежали права на картину, фактически развалилась. Режиссер шедевра Юрий Норштейн чудом спас уникальные артефакты, перевезя фрагменты декораций и кукол в крошечную студию, арендованную на первом этаже жилого дома, подальше от центра Москвы. «Ежик ходил к медвежонку считать звезды. Они усаживались на бревнышке и, прихлебывая чай, смотрели на звездное небо». «Ежик в тумане», какими его теперь знают во всем мире, родился почти случайно. В начале 70-х на экраны вышли первые полностью самостоятельные режиссерские работы Норштейна. В 73-м – «Лиса и Заяц». А в 74-м – «Цапля и журнал». «Фильм этот увидел некий сказочник, которого я знать не знал, Сергей Козлов. Позвонил мне. Я видел ваш фильм, мне он очень понравился. Я бы хотел, чтобы вы почитали мои сказки». Из предложенных ему 40 сказок Норштейн отметил самую короткую. «Ежик в тумане» – это была маленькая сказочка. Буквально вот такая. Начальство покрутило пальцем у виска, заявив, что мультфильм ждет провал. Но воевать с настойчивым режиссером не стало. Однако денег выделили минимум. Группе даже не дали съемочный станок, обойтись без которого было невозможно. Что ж, дело чиновников такое, понимаете, они не очень разбираются ни в искусстве, не стараются внедряться в реальную жизнь. У них свои дела там. Я даже не могу их не осуждать. Тогда Юрий Норштейн и оператор Александр Жуковский сами сколотили станок, напоминающий строительные леса. Кадры будущего шедевра снимались сквозь стеклянные слои сверху вниз. Туманом становилась пыль, которая оседала, а потом бережно сохранялась на стеклах. Худсовет мультфильм не понял. Коллеги отнеслись холодно. Но когда в 1975 году фильм выпустили на малом экране Центрального московского кинотеатра «Россия», он 14 месяцев собирал аншлаги. А после нескольких международных наград группу представили государственной премией. Правда, не только за Южика, но и за две предыдущих работы Норштейна в совокупности. Представления к наградам такого уровня на киностудиях все переживали по-разному. Те, кто пережить не мог, стали писать письма. Норштейн не соблюдает сроки, не издает вовремя свои фильмы, допускает перерасход. Да и вообще, его ежик с религиозным подтекстом и нарисован с намеком на известную икону Андрея Рублева. Это было довольно там суетное время, и некоторые, тоже не буду называть их имена, некоторые мои, в общем, товарищи, ну, повели себя они самым лучшим образом. Премию Норштейн все же получил, а вместе с ним оператор Александр Жуковский и художник-постановщик, жена режиссера Франческа Ярбусова. Сказочника Сергея Козлова в этом списке не было. После международных наград и государственной премии Сергей Козлов ревновал режиссера к единоличной славе, считал себя полноценным автором. Много очень по этому поводу и сам Козлов распускал бессмысленные слухи, что якобы он написал сценарий. Да, он писал сценарий. Но я туда вложил такое, чего не было ни в сценарии, ни в самой сказке. Там не было ни филина, ни собаки, ни дерева, ни встречи филина в тумане, ни встречи с медвежонком. Ничего этого не было, это все было мной предложено. Обиды среди вчерашних соратников были делом обычным. Создатели детских мультфильмов порой отстаивали свои права по-взрослому. Самым скандальным вопросом, которым много лет занимались в том числе судьи и адвокаты, был такой. Ну кто он? Кто придумал Чебурашку? Кто придумал Чебурашку? Ответ на вопрос искали в судах писатель Эдуард Успенский и художник-постановщик Леонид Шварцман. И только режиссер знаменитых мультфильмов про крокодила Гену, Роман Качанов, ни на одно заседание суда не пришел и ни на что не претендовал. Значит, вы не будете со мной дружить? Конкретно папа, я могу сказать про папу, он считал, что это занятие низким. Для художника, для человека, который собирается работать. Потому что деньги закончатся, а позор останется. Качанов прошел войну. Десять лет работал художником-мультипликатором, а потом стал снимать как режиссер. Главными фильмами в его карьере стали «Варежка», «Крокодил Гена» и «Тайна третьей планеты». Сын Романа Качанова, режиссер, сценарист и писатель Роман Качанов-младший, вспоминает, что лучшие свои сценарии отец писал в спартанских условиях. Была только хрущевская такая квартирка, и, соответственно, в дальней комнате бабушка жила, в этой я папа и мама, ну, я еще маленький совсем был. И папа, соответственно, мог работать только в ванне, в совмещенном там. То есть на унитазе могла сидеть, а на стиральной машине стояла пишущая машинка, а на унитазе он сидел. В успех «Варежки» никто не верил. Считались затеей странной, но даже худсовет посмотрел мультик на одном дыхании, хотя в фильме нет ни одного слова. Когда тоже пришла одна семья, и тоже заговорили про «Варежку», и когда им сказал, что там нет ни одной реплики, они не поверили. Они говорят, все, мы сейчас идем домой пересматривать «Варежку», потому что мы не верим, нам кажется, что там реплики есть. Там нет ни одной реплики. При детальном рассмотрении в этом детском мультике зашифрованы взрослые смыслы, актуальные для середины 60-х, когда он был создан. Именно в «Варежке» мы наблюдаем историю одиночества. Вначале мы наблюдаем девочку, которая живет с мамой, а отца нету, а мама эмансипированная. Дико интересный образ, все уникальное мультипляционное кино, вообще в советском кино, потому что впервые появляется отрицательная мама. Мы много видели отрицательных мам. Мама еще и курит. Там приходит, как мужик заваливается нога на ногу, что интересно, на диван. Опять обыграно мужское поведение, она эмансипированная. И это забавно. Зрители это считывают на уровне подсознания. И это смешно, это пародийно, это занятно, это забавно. Это превращается в комедию о собачке, которая резко вдруг сворачивает в драму. Потому что выяснится, что никакой собачки не было, что это чистая фантазия, что это притча об одиночестве. Конечно, варежка создавалась для детей. Мультфильмы для взрослых в программках советского телевидения были помечены специально и выходили в вечернее время. И создавали их только в расчете на взрослую аудиторию, хотя никакой клубнички в них не было. Чаще всего была сатира в самых разных сюжетах, от производственных до любовных. Я подаю тебе эту звезду. Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность. В бесконечность. В бесконечность. Первые мультфильмы для взрослых были идеологическими. В 20-х годах снимали мультики про Непманов. В 30-х – про тяжелую жизнь американских темнокожих. В годы войны – антифашистские. ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ Но золотой век взрослых мультфильмов наступил в 60-х, когда одна за другой стали выходить работы Федора Хитрука. Кто в этот мир попал, навеки сейчас и стал. ФИЛЬМ, ФИЛЬМ, ФИЛЬМ Самым известным был фильм «Фильм, фильм». Это была пародия и на коллег, и на себя, и на чиновничий аппарат. Творческая интеллигенция тех лет обожала этот мультфильм. Ах, сладкий сон! Там есть все в этом мультике. Иронии, сарказм. Узнаю там абсолютно все. Актеры, которые по по 100 дублей бросают там. Он очень точный, очень узнаваемый. Условно, продукцию «Союзмульфильма» тогда можно было представить в виде светофора. Красный – только для взрослых. Желтый – подходил для всех. А зеленый – это барашки, мишки и прочие зайчики и лисички для малышей. На зеленой территории проблем, как правило, не было. Зато на красный – хоть отбавляй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Какое безобразие! А значит, вот этот как раз кусок, он был выкинут. Ограбления по-русски не было. В 1978 году на экраны вышел мультфильм «Ограбление по». Со сценарием этого мультика штатный автор «Союзмульфильма» Михаил Липскеров носился несколько лет. Его идеи и до этого часто заворачивал худсовет. Целый ряд сценариев, которые я приносил, которые мы сказали, «Миша, этого не пойдет. Ты сам понимаешь». После того, как удалось объяснить начальству, что это фильм – пародия, и высмеивает штампы и стереотипы западных кино-детективов, Липскеров получил разрешение и стал подыскивать режиссера. Первым проектом заинтересовался Анатолий Солин, знакомый зрителю по фильмам о Мюнхгаузене и великолепном Гоше. Солин сказал, что нужна командировка в Италию, Францию, Америку, чтобы опознать свою жизнь и сделать настоящий кино. Естественно, что ему в этом было моментально отказано. Тогда Липскеров предложил эту работу Ефиму Гамбургу, в портфолио которого уже был фильм-пародия на детектив «Шпионские страсти». Гамбург придумал сделать героев узнаваемыми. В американском, французском и итальянском эпизодах это самые известные актеры тех лет. В советской части – Савелий Краморов. Станислав Чекан. И Михаил Ижаров в узнаваемых зрителями образах. Чекан и Крамеров – это отрицательные персонажи. А здесь появляется же в конце концов милиция, вешает. Это Ронискин, кто вырисовывает. И он подмигивает. Вот так вот. Это чисто российская история. Когда мультфильм был готов, худсовец со скрипом, но принял его. Правда, не целиком. Ограбление по-русски убрать. Иногда говорят, что последнюю часть подвергли цензуре, потому что Савелий Краморов эмигрировал в США. Ха! Отдают, а! Однако это не так. Краморов покинул СССР в 1981 году. А мультик был готов на три года раньше. Так что основания у цензоров были иными. В Совет, почему уже придут? Потому что в советское время мафии не было. Эту сцену не просто положили на полку, как это случалось с другими мультфильмами, а приказали смыть с пленки, то есть уничтожить бесповоротно. Ну, у Ефима была копия от оппозитива, и у меня. Но пленка была никакая. Только после перестройки Ефим Гамбург нашел возможность полностью восстановить свое любимое детище. Нашел какого-то сирийца, который по кадрику, по его позитиву, который бы лучше мне восстанавливал, это ограбление по-русски. В своих работах мультипликаторы хулиганили регулярно. Так или иначе, передавали друг другу приветы, оставляя их в вечности. Чаще других так развлекался Леонид Шварцман. Вот в варежке он изобразил режиссера мультфильма Романа Качанова в образе собаки. А маму в той же картине срисовалась коллеги по Союзмультфильму художницы Тамары Полетики. А с Шапокляк вышла целая история. Одни считали, что Шварцман срисовал ее с Коко Шанель. Другие сравнивали с постаревшей Марлен Дитрих. А выяснилось, что Шапокляк – это шарш на тещу одного из мультипликаторов Союзмультфильма. Бывшую дворянку, пережившую революцию, прошедшую лагеря и вследствие чего обладающую сложным характером. Одну простую сказку, а может и не сказку, а может непростую, хотим вам рассказать. В разные времена художники шутили по-разному. В 80-е самыми большими хулиганами студии стала троица – мультипликаторы Александр Татарский, Игорь Ковалев и композитор Григорий Гладков. Татарский и Ковалев были киевлянами и неразлучными друзьями. Мы познакомились, когда мне было 17, а ему 20. У нас разница три года. И мы с ним сошлись. Мы стали как сиамские близнецы. В Киеве Татарский и Ковалев делали свои первые работы в буквальном смысле слова «на коленке». Изображение ребят делали на самодельном мультстанке, собранном из лентгеновского аппарата и привинченном к кровати. Начинающим мультипликаторам удалось показать свои работы Эдуарду Успенскому, который в те годы работал редактором на «Союзмультфильме». Успенский пригласил автора в Москву. Там Татарский, Ковалев и Гладков стали лепить пластилиновую ворону. Нам помнится в вороне. Стихотворение было мне предложено в виде рукописи. Вот отсюда досюда это было. Ну, получилось безразмерное. Необходимо было сократить больше двух минут. Там было «Падму-му-му-му-му-му», «Падму-му-му-му Вивальди», как что-то отрезали. Это капустник же был. Отрезали, отрезали, отрезали. По-моему, не стойте и не прыгайте. Два раза было. Не поймете, не прыгайте. Идет строй или подвешен груз. Один раз отрезали. Помог и звукорежиссер, который ускорил фонограмму. А еще, как говорили мультипликаторы, забуратинил ее. Был такой, если помните, Буратино. Это очень хорошо. Даже очень хорошо. И прием этот был известен. И глупая ворона, а может быть, собака. Этот мультфильм уже оброс легендами его производства. Какие-то самозванцы появились из Киева, из Ленинграда. Сумасшедший Успенский. Все это ломает устои. Все это вот, все эти хиппи проникли и сюда. Мультфильм объявили безидеянным и пытались запретить показу. Но Эльдар Рязанов в обход цензуры показал его в Кинопанораме. И случился триумф. На волне этой славы молодым мультипликаторам заказали новый мультфильм. А самих Татарского и Ковалева приняли в штат студии. Ни диво не понимаю. Падал прошлогодний снег. За мою гордость, это каждый Новый год, это культовый мультфильм. Я горжусь этим мультфильмом. И очень много людей, которые мне хотят там сделать, как мы вас любим в этом мультфильме. Успаслала, так послала. В новом мультфильме Татарский и Ковалев тоже развлекались. Например, в этом кадре они зашифровали знаменитую картину Леонардо да Винчи «Тайное вечеря». Но вскоре в их компании появился настоящий хулиган. Но Саша был так очарован Садальским, его харизмой искрометной, невероятной. И в конце концов и в титры не попал. Задержали с иностранкой в космосе. Я так любил валютные бары. Меня задержали, прислали письмо Лапину на гостей радио, что Садальский в космосе гуляет. И меня наказали, меня вырезали. Из титров там даже прям просто по-живому. В конце уже, когда уже перестройка, Татарский сделал клип такой, благодарим за Садальского, за любезно предоставивший голос. В годы перестройки Александр Татарский открыл собственную студию «Пилот». Он был автором десятков успешных фильмов и был полон творческих планов. Он много сделал, очень. Он многого не успел, потому что это человек, который фонтанировал идеями. У него было столько идей для новых фильмов. Авторы лучших советских мультфильмов были не только мастерами своего дела. Но главное, им всегда было о чем сказать зрителю любого возраста. Оставаясь с детьми в душе, они умели несерьезно, играючи, разговаривать через своих персонажей на самые серьезные темы. И получали отклик и благодарность и от детей, и от взрослых, которые сами еще вчера были детьми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова